Лето в этом году безусловно аномальное, впрочем, как и весь этот 2020 год, такой весь аномальный из себя, словом, год крысы. Но я не об этом хотел сказать. Дело в том, что очень много сообщений мне приходит в личку с разными вопросами. И это и на Facebook, и ВКонтакте, и на электронную почту. Очень сложно порой бывает всем отвечать из-за нехватки времени. Ну, по многим причинам. Представьте, вопросов в день около 50, в среднем 60, где-то так. На самые разные темы, причем, вопросы. И многие, конечно же, обижаются на то, что их вопросы остаются без внимания. Я представляю, как бы они поступили, если бы столько вопросов, а в день поступали бы им, кто вот обижается из-за этого на меня. И вот я о чем подумал. А что, если вот дать вам время, неделю, скажем, на то, чтобы вы оставили свои вопросы под этим видео, в комментариях. Принимаются также вопросы и от моих хейтеров. Куда бы без них. Они были, они есть, поэтому вопросы я от них тоже с удовольствием приму. Оставьте свои вопросы, и на них я обязательно отвечу через неделю после выхода в свет вот этого эфира, который я сейчас записываю. Все обязательно получат ответы на свои вопросы. Конечно, если они будут повторяться, то я не буду дважды отвечать. И также буду выбирать самые актуальные и самые интересные. На глупости я тоже не собираюсь отвечать. Хотя, смотря какая глупость. Если глупость актуальная, то можно ответить и на них. Почему бы нет? Еще такой момент. Хотелось бы поблагодарить всех, кто откликнулся на мой предыдущий, последний выпуск о столике Ханкишиева. В конце я говорил о том, что собираюсь осенью съездить в Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан для съемок фильма армянских следов по этим республикам. И многие из вас откликнулись. То есть, если раньше откликались и помогали своими донатами, ну, в среднем человек 15-16, то сейчас, на сегодняшний день могу сказать, что около 80 человек откликнулось. Это очень большой результат за всю историю антитопора. Да, вы можете, конечно, сказать, вот 34,5 тысяч подписчиков, откликнулось всего 80, но, тем не менее, поверьте, это достаточно много за всю историю. Столько еще никто не откликался, такого количества еще не было ни разу. Поэтому спасибо большое, кто это сделал, кто не прошел мимо, захотел, а потом забыл или вовсе не собирался. И особо приятно, что откликнулись даже люди, судя по фамилиям и именам, вовсе не армяне. Там были и русские фамилии, были и, я бы сказал бы, наверное, азербайджанские фамилии. Именно не лесгинские или талышские, или какие-то кавказские, а вот конкретно азербайджанскими. Я их четко отличаю. Бывают такие фамилии, которые типичны именно азербайджанцам. Были и лесгины, и талыши, и осетины, и чеченцы. Спасибо всем. Хочу сказать, что вот в эту 80-ку, вот этот вот весь интернационал и входит, который откликнулся и задонатил для съемок. Счета открыты, если кто хочет, может также принять участие. Ну, все. Жду ваши вопросы в комментариях. И через неделю я сделаю специальный эфир, ответы на ваши вопросы. До следующей встречи.